Новая свежая подписчица сразу же, после того, как она подписала, задала мне вопрос. В этом году она собирается работать в качестве гостя Гест Релэйшена в отеле гостевого работника. До этого она имела 2 года опыта работы официанткой и в связи с этим какие могут быть трудности. Если сравнивать работу официанта и Гест Релэйшен, то, конечно, последний должен общаться намного больше с гостями. Узнавать, что ему не понравилось или понравилось в воздухе, собирать отзывы. В общем-то, это в любой работе случается, но если вам попадется, так скажем, начальник не умнее, чем вы, то с этим будет большая сложность. Вам еще придется находить общий язык с таким вот начальником. Что-нибудь случается в отеле через чайный, например, гость напился или гость упал и нужна ему срочная помощь. В первую очередь, кого зовут? Зовут охрану и гостевого работника. То есть вам нужно правильнее реагировать в активной ситуации. Вам нужно будет уметь находить выход из любой ситуации, работать с конфликтными гостями. Ну, конечно, не всегда. В основном это все хорошо, но бывает, что так долго, что ты прям не будешь знать, что же тебе делать там. Вот это не сложно. Я не знаю, в каком отеле вы будете работать, какие там гости в основном, но она вряд ли вам русского и турецкого языка будет хватать. Возможно, у вас еще попросту английский или немецкий, потому что нужно будет общаться со всеми гостями, а не только на русском и на турецком языке. На моей памяти работы Гест Рилейшн был один случай, когда я реально не знала, как поступить. А дело было так. Сижу, работаю, никого не трогаю, и тут я слышу крики, визги и понимаю, что одна женщина истерит. Причем это слышала достаточно далеко. Решка шла конкретно ко мне, конкретно жаловаться. Она была представителем неуравновешенных блондинок. Ей не понравилось то, что наши работники зашли в ее комнату и стали красить балкон без ее ведома. О том, что мы ее не уведомили, это, конечно, была проблема отеля. Это была вина отеля, но то, как она подала свою жалобу, это просто, господи, это такой ультразвук, это такой неостанавливаемый поток. Ну, то есть, вот в такой ситуации я не знаю, кто бы как поступил, потому что действительно неуправляемая женщина, бедный муж, бедные наши работники. Ну, в общем, мы ей дали возможность проораться, а потом решили вопрос. Я получила вопрос от своей подписчицы, которая в ближайшее время собирается посетить мой отель, в котором я работаю, Силистар Резорт. Она спрашивает, действительно ли Wi-Fi у нас бесплатный и что нужно вводить, куда нужно ходить, чтобы подключиться. Мой ответ будет обращен не только к будущим гостям нашего отеля, но и ко всем людям, в принципе, кто собирается посещать турецкие отели. При заезде внимательно слушайте ту информацию, которую дает вам работник ресепшена, в том числе он рассказывает и про интернет. В частности, гостям нашего отеля нужно подключиться к сети Силистар Резорт. Боже мой, я это, наверное, уже тысячу раз говорила. Далее выезд окошко, оно попросит ваш день рождения, номер комнаты, электронную почту. Вот таким образом вы подключаетесь к нашему Wi-Fi. И, кстати, я не раз замечала, что когда заезжают русские гости в отель, я как работник ресепшена обязана рассказать им про интернет и про всякие такие штуки. В общем, все-все-все самое полезное. И в этот момент, когда я это рассказываю, замечаю, что они занимаются чем угодно, только они слушают меня. Считают лампочки, рассматривают там какую-то архитектуру внутри отеля. А потом, как только я заканчиваю свою речь, задают вопросы, ответы на которые я уже ранее сказала. Вот, так что, уважаемые туристы, если вы приехали в отель впервые, пожалуйста, найдите себе силы на 2-3 минуты послушать работника ресепшена. И после этого, наверное, 70% вопросов у вас просто отпадет. Послушайте его. Таким образом, вы в первую очередь проявите уважение к работникам отеля. Да ладно, фиг с этим уважением. Вам не придется приходить снова и задавать тот же самый вопрос. Фиг с ним с этим уважением, конечно. Да, и платного интернета на территории нашего отеля нет. Любой Wi-Fi, к которому вы подключаетесь, он бесплатный. Так что не переживайте, будет вам счастье интернетное. Для тех, кто был когда-то раньше в Манавгаде и собирается посетить его вновь. Она для вас новость, не знаю, хорошая или плохая. Вы помните, в центре Манавгада такой вот рукотворный водопадик был. Потом он в прошлом году не работал, а в этом году. Минципальные власти его сейчас разрушают. Представляете, да, водопад, рукотворный водопад. То есть эти ступени, пороги каменные. Их теперь разрешают экскаваторами. И будут строиться что-то новенькое. Дело в том, что с другой стороны этой горы живу я. Я вижу, что делается с другой стороны. Они полностью стали вырубать деревья. Отчего вид этой горы стал не очень, если честно. Мне не очень нравится, что они их вырубают, конечно. Судя по фотографии проекта, которые размещены на месте стройки, это будет какая-то прям невероятная большая креативная зона со смотровыми ресторанами, со смотровой площадкой. Ну, конечно, это будет классный вид, но деревьев там не будет. Вчера я рассказывала о минусах и недостатках работы гостевого работника, гостевого гестеррищена. А сегодня девушка, наслышавшись негатива, решила узнать, что же там позитивного в этой работе. Вчера, говоря о минусах этой работы, я достаточно тяжело вспоминала их, поскольку все-таки было больше плюсов, и минусы для меня не так были важны. Поэтому сегодня поговорим о самом приятном. Что же там такого классного в работе гостевого работника? Итак, плюсы. Работая гостевым работником, вы можете свободно перемещаться по отелю в любое время. Вы можете есть в основном в ресторане. В отличие от других работников отеля, которые едят в столовой, что дадут, то и ешь. Вы можете практиковать знания иностранного языка, разговаривая на совершенно разные темы, вообще разговаривая сколько угодно с гостями, ограничений нет, лишь бы вы в течение дня выполняли свои обязанности и план. Если вы любите помогать людям, и это ваше призвание, то это прям самая работа именно для вас. Также из плюсов гости привозят, приносят вам всякие шоколадки, конфетки из своих собственных стран. Ну, сладенькое, что-нибудь такое классное. Если у вас критический тип мышления, то эта работа позволит вашему мозгу никогда не отдыхать, и вы сможете его упражнять в течение нескольких лет, тем самым отодвигая момент наступления маразма. Мой новый подписчик Мария спрашивает, как можно подешевле съездить в Турцию вчетвером? Раньше они брали пакетные туры, и вот она интересуется, есть ли какой-либо способ снизить затраты. Естественно, мне понадобилось время, чтобы сравнить стоимость туров, которые предлагают русские туроператоры, с непосредственными ценами, которые доступны для местного населения в Турции, только если покупать гостиницу напрямую. И вот опытным путем был достигнут результат. Намного дешевле и выгоднее брать именно пакетный тур от туроператора, потому что только одна лишь гостиница проживания стоит намного дороже, чем весь тур на то же время. Единственное, как вы можете сэкономить, и это походить по разным фирмам, посмотреть, в каком турагентстве вам будет более выгодно купить, сколько вы там сможете сэкономить, я не знаю, но вот такой только способ я вижу. Ну и не забываем, что помимо гостиниц можно останавливаться в двух-трехзвездочных отелях, в пансионах, и также снимать квартиру. Ну, с этим, конечно, посложнее, хоть оно получается и дешевле. Ну, посложнее, потому что нужно будет самостоятельно искать, самостоятельно вести переговоры, брать на себя риск, ну и дополнительно покупать себе билеты на обычный рейсовый самолет и организовывать себе доставку своего тела из аэропорта в квартиру.